7 ноября в Украине, в частности в Одессе, вступила в силу принудительная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Патрульные и полицейские на месте будут решать, подлежит ли то или иное транспортное средство эвакуации, или можно обойтись талоном под дворником, который уведомит о необходимости заплатить штраф за неправильную парковку. Хранение эвакуированных машин будет производиться исключительно на стоянках государственного предприятия «Информресурсы», которая находится в управлении МВД. Всего таких стоянок в области 13. Стоимость принудительной услуги по эвакуации составит от 600 до 850 гривен. За хранение в течение первой недели придется платить 120 гривен за каждые сутки. Также нарушителя ждет административный штраф в размере 255 гривен или 50 штрафных баллов. Эвакуация автомобиля такого будет занимать по государственному постановлению должно занимать 600 гривен. Однако эвакуаторы взимают за это 1500 гривен. И есть точная информация от самих эвакуаторщиков, от самих посадовых особ о том, что в эту сумму 1500 гривен заключается, что 600 гривен именно это официальная сумма, а остальное идет в карман какому-то посадовой особе, особенно это правоохранители в основном. Все средства, которые поступают на «Информресурсы», это все уходит на Киев. Алексей Булгару замечает, любое наказание должно осуществляться только по решению суда. Принудительная эвакуация транспортного средства – это уже наказание автовладельца. Проблема в том, что решение об этом наказании выносит именно полицейский, а не суд. Что уже подвергает сомнению правомочность этого решения. Любые функции правосудия осуществляются только судом. Делегирование данных полномочий другим органам, либо по судовым особам не допускаются. А в статье 129-й четко указано, что человек имеет право на судебное рассмотрение как в первой инстанции, так и в апелляционной, так и в касационной. То есть, если вы приезжаете на место, где вы оставили автомобиль, а его нету, то вас, в принципе, уже привлекли к ответственности. Не было рассмотрения дела. То есть, нарушены ли уже ваши права по 129-й статье. Алексей также замечает, автомобиль – это частная собственность человека. И когда машина эвакуируется, это как минимум вопрос о неприкосновенности частной собственности каждого гражданина. При составлении, при эвакуации автомобиля обязаны присутствовать понятые, которые обязаны присутствовать при тех моментах, когда будет описываться автомобиль. Автомобиль может быть целый в момент эвакуации, но момент погрузки его на эвакуатор, либо разгрузки, он может повредиться. Это все важно. Эти моменты исключают для того, чтобы собственник это видел. Собственника просто игнорируют. Подытоживая, стоит заметить, автолюбители не против эвакуации автомобилей. Главное, чтобы полицейские четко разъяснили, в каких случаях это может произойти.